Самолет «Суперджет» — проект, который, конечно же, это фактически первый российский проект современной России, первый и пока единственный проект коммерческого самолета, который сделан и продается. Но вот прогнозы на этот год, что продажи будут особенно плохими, то есть хорошо этот самолет, конечно же, никогда не продавался. В этот год прогнозируются особенно плохие продажи. Совершенно понятно, почему. В общем, никакое происшествие — это далеко не лучшая реклама для самолета. И, тем не менее, все-таки на рынке самолет 10 лет уже возникает вопрос, а что делать дальше? Ну, это совершенно непраздный вопрос, потому что вся история авиации говорит о том, что на протяжении всего жизненного цикла любого коммерческого самолета он претерпевает серьезные изменения, которые, с одной стороны, отражают накопленный опыт эксплуатации, а с другой стороны, отражают изменения потребностей клиентов, изменения рынка, предпочтений пассажиров и так далее. И все эти, ну, как минимум три аспекта, ну, вообще говоря, в полный рост присутствуют в этой программе, потому что самолет проектировался 20 лет назад, исходя из совершенно других прогнозов рынка, которые, к сожалению, не оправдались. Сегодня вообще региональный самолет вообще очень плохо продается, и это привело к существенному изменению статуса родоначальников региональной авиации реактивной канадской компании «Бомбардье», которая, по сути дела, избавилась от производства региональных самолетов. Надежды на массовое экспортное производство, сухой суперджет не подтвердились. Другие программы, которые примерно в то же время были затеяны японцами, китайцами, тоже не демонстрируют никаких впечатляющих успехов. То есть совершенно очевидно, что подошло время к тому, чтобы этот самолет переосмыслить. Если мы вспомним историю Ту-154, Ту-134, Boeing 737, семейство Airbus A320, все эти машины претерпевали серьезные изменения и появление новых модификаций, принципиально новых модификаций. Было в состоянии вдохнуть новую жизнь программой, и она будет получено себе продолжаться. С другой стороны, известны печальные примеры, даже с хорошими самолетами типа Ил-86. Отказ от модернизации этого самолета привел к тому, что программа закрылась, и было произведено всего лишь 100 с небольших самолетов. Это был любимый самолет и пассажиров, и авиакомпаний, во всех смыслах замечательный. Если бы илюшинцы бы сделали нормальную модернизацию, привели бы в соответствие современные требования, в первую очередь реванторизацию, конечно, он мог бы жить еще очень долго. Это был бы для лоукостеров как раз совершенно фантастический самолет, который вдобавок имеет собственные трапы, то есть может работать, можно даже на обслуживание в аэропорту сэкономить, даже на трапах. Это классический аэробус. Да, именно аэробус, и, безусловно, потенциал этого самолета остался нереализованным. Мне кажется, что здесь абсолютно такая же ситуация, то есть если продолжать вот этот морально устаревший уже сегодня самолет продолжать его печатать, то никакого большого энтузиазма это ни у эксплуатантов, ни у пассажиров вызывать не будет. Совершенно очевидно, что в новой модернизации было бы хорошо использовать новейшие достижения аэродинамики, которые и так компании пытаются внедрять. Но это можно было бы сделать на более системной основе. Важнейшим аспектом является, конечно, то, что у нас в одной единой компании, которая называется Объединенная авиастроительная корпорация, готовится два продукта, общность которых ну просто нулевая. У МС-21 и у Суперджета нет вообще ничего общего. Это два абсолютно разных продукта, что нехорошо. Конечно, бы увеличить вот степень совместимости и общности этих продуктов было бы очень здраво для корпорации. Опять же, имея в виду относительно малосерийное производство компонентов, элементов систем, агрегатов, если бы они были общими для двух продуктов, это было бы, конечно, для заводов-поставщиков сущее спасение. Если уж так исторически получилось, что нет, так сказать, такого высокого уровня, что это не в рамках единого семейства проектировать две машины, но тем не менее, нарастить уровень унификации, унифицированности именно вот по системам и так далее. Ну, в первую очередь, по системам. Ну и, наверное, с весом надо поработать. Ну, программа снижения веса была запущена практически в тот же день, когда получили сертификат или раньше. И, конечно, ее надо бы… Но это как раз связано с серьезной модификацией. Да, то есть остается ожидать только такого нового решительного шага в модернизации Суперджета. Но я бы добавил, что, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя отказываться от этой программы со словами, что, ну вот, ничего не получилось… Нет, ну, по-моему, таких мыслей и прогнозов нет. Вот, кстати говоря, опять же, если была программа модернизации, какие-то элементы этой модернизации относительно несложны в форме эксплуатационных бюллетеней распространить на весь существующий парт. Ты сконцентрировал, на самом деле, практически весь в руках аэрофлота, и такую через эксплуатационные бюллетени, такую программу модернизации в строю совершенно спокойно можно было бы осуществить. Ну, пример подобный – это когда Airbus сделал для 320-х загонцовки крыла, точно так же была разработана программа Retrofit, то есть поставить на существующие самолеты в ходе тяжелых форм обслуживания, доработка крыла, усиление не ставится. Нет, ничего особенного неяснил. Продолжение следует...